Музыка Сергей Даватов писал Все интересуются, что там после смерти После смерти начинается история Мой отец Сергей Непороватов Хотел снять фильм о литературно-художественном Ленинграде 60-х годов Но не успел Остались отдельные фрагменты интервью Реплики, голоса, шумы А искусство существует совершенно не благодаря А вообще-то я хотел бы снимать в России Показывать здесь, снимать здесь, показывать в России Поскольку я не имею возможность съездить Он, наша, растрепанная специально властями Интеллигентское содружество Представлял друг другу Можно сказать, что я до некоторой степени выросла На стихах Бродского Потому что у нас дома были записи Целая пленка Бобины, тогда кассетники еще были редкостью Место несколько потеряло свое номер Главное, что те, кто остались Они потеряли партнеров С кем я ввожусь? Я ввожусь с себе подобными То есть с людьми Я окажусь в Неграде Если ничего не изменится И побывать в Союзе будет так же просто Разбирая отцовские архивы Я понял, что имею весьма смутное представление О той эпохе, о той культуре И о людях, творивших ее Мы все со школы знаем о тесной связи Невского С историей русской литературы О роли Невского проспекта В жизни наших героев Рассказывает друг юности Доблатова Писатель Валерий Попов Сейчас стою на углу Который, наверное, был самым важным Для питерской литературы тех лет Вот здесь был вход в ресторан Восточный Который все тогда знали Который был для всех вторым думом А для многих даже первым Придя сюда в любое время Можно было найти здесь и Битова, и Соснора И Городницкого, и Горбовского И Уфленда, и Бронского И уйти отсюда с счастливым Дружбой и всем прочим И, конечно, Доблатов здесь тоже часто бывал Вроде бы ничего не изменилось Но все изменилось Но в те годы мы занимались кто чем Кто работал инженером Кто зарабатывал форцовкой Кто, по-моему, какие-то заказы фантастические Разных партийных и непартийных органов Но суть была в одном Мы все, так сказать, искали свои слова Искали своих героев Началось с хождения по Невскому проспекту Вот нас всех Молодых, красивых Жить решили по ремарку Ходили из ресторана в ресторан Где денег наших В основном хватало на чесночный соус Вот мы брали вино сухое И чесночный соус Я помню в кавказском ресторане Потому что там восточный Мы были просто красотки Которые почему-то верили В то, что мужчины спасут мир Таланты И их И они были действительно замечательные люди Я мог бы стать Более историчным существом Нежели то, каком я теперь являюсь Жив я А там, где я родился Там вот и Иосиф Бродский ходил И Женя Рейн И Сережа Вольф И Толя Найман И появлялись они в прессе только Что по городу ходят Три непризнанных гения Михаил Юб Марк Троицкий И Иосиф Бродский Но у нас уже была абсолютная вера в них Конечно, здесь были и музы Которые нас чрезвычайно поднимали В то время Вот Когда Давлатов сказал Что я был женат дважды И образу удачно Это именно как рассказано Про вот эту жизнь Которая здесь когда-то была И которая Зарядила нас всех таким Счастьем Таким вообще Таким Веселем и надменностью После чего нам было уже не страшно Ну вот как-то так Уже ясно было Кто гений тогда И потом уже все это сбылось Четко В общем-то Ошибок вот в этой оценке Которые давались в Восточном Почти не произошло В общем все так и состоялось Как мы здесь задумывали Вот за этими Иногда пустыми Иногда полными столами И среди вот этого всего гуляния Образовывалось Такой вот для нас Барышень таких молодых Выкристаллизовывался Такой комплекс Я бы сказала Мы еще не читали Мастеры Маргарита Но мы уже были Маргариты Всех Мы уже любили Своих поэтов Мы уже любили Своих писателей Будущих И надо сказать Они нас не обманули Действительно Из них очень много Вышло Замечательных людей Но так в те годы Они были все бедные Нищие И мы девочки В основном работали А они в основном Сочиняли И мы имели Какую-то возможность Их чем-нибудь порадовать Что очень Да, ты все Даже порадовались Только коробка конфет Скажешь прямо Известно Известно Мы им поили И подчасти даже кормили И надеясь И веря в их дарование Вайли Гейнс Мои друзья Так что Вот какая-то такая Странная вещь И так как-то получилось Что все мы соединились В какой-то степени Некоторые из нас Может быть И благодаря Жене Сознательно Но так И кто бы знал Из Там живущих Очень хорошего поэта Уфлинда Это вот я так Навскидку Значит Перебираю Людей О которых Интересно говорить Уфлинд Я знал Но он как был поэт Так и остался Как был нищий Так и остался И умер нищим Просто Ширис Узнали про него Сейчас он же Совсем недавно умер Владимир Уфлинд Легендарный персонаж В литературных кругах Петербурга Бродский говорил о нем Что это поэт Которому нет равных Я очень хочу сказать Это не Уфлинда Мир человеческий Изменчив По замыслу его Когда-то сделавших Сто лет назад Сильнее любили женщины А в наше время Чаще любят девушек Сто лет назад Ходили оборванцами Неграмотными В шкурах покоробленных Сто лет назад Сильнее любили Францию А в наше время Чаще любят родину Сто лет назад В особняке Помещичем При сальных Отрубающих Свечах Всю жизнь Всю жизнь свою прожить Чужим посмешищем Легко могли бы Но сейчас Сейчас не любят Нравственных коллег Веселых любят Избил нескольких Милиционеров Разрушил капитальную стену И вмонтировал туда Холодильник Дрессирует Аквариумных рыбок Пошил собственными руками Эрегантный костюм Работает в географическом Музее Экспонатом Так получилось Что это интервью Владимира Уфлинда Стало последним Я помню точно Посиделки у самовара В доме композитора Там выступал Мой знакомый композитор Рома Гринблат И он играл на рояле Свою Какое-то Жутко Модерновое Сочинение Иосиф ему показывал Издали Хватит тянуть Маэстро Нажимай Нажимай И тот нажимал А Сережа Довлатов Сидел где-то Сзади меня А потом я говорю А что с тобой За прекрасная девушка Он говорит Это моя новая Любимая женщина Лена ее зовут Один наш знакомый По пьянке Забыл у меня Я утром просыпаюсь Смотрю У меня какая-то Восхитительно красивая Женщина ходит Какая-то похожа Одновременно И на испанку И на итальянку И вообще Черт знает на что Я говорю Никогда ты не красивая Женщины не видел Да Женщина тебе все время Везет Я говорю Правда Аси Пекуровский Не видел Но про нее Рассказали Что тоже была Какая-то Богиня А потом Я вспоминаю Все время Про Аси Пекуровскую Аксенов Аксенов Я помню Я помню Я помню Как однажды Он встретил Меня И мы пошли К его уже Бывшей жене Аси Пекуровской Ася была Замотана Простужена В общем-то Мы были в тягость Но сидели Сидели Вот так вот Пили Вот Потом Ася сказал Спрячьтесь на кухне Сейчас ко мне придет врач Пришел врач Посмотрел Ее потом Проходя глянул на нас И ушел Ася вернулся Хача держась за горло И говорит Знаете что сказал Врач Ну что Он сказал Знаете у меня Соседи такие же скобари Как у вас Недавно Так с донатом Врача Усмехнулись Я понял Что вот так вот Он шатаясь Как бы выпивая Как бы пропадая Как бы теряясь Как бы попадая Туда-сюда Вот И Осваивается Своё пространство Ищется так сказать Свою книгу очередную Мне очень понравилось Когда я был В гостях У Сережи Довлатова И Тамары Зимуновой В Таллине Как мы пошли Как же этот Назывался Мюндибар Так там и пились Причем там Кроме джина Ничего не было Потом с этого С утра Я просыпаюсь Говорю Сережа Неплохо бы где-нибудь У вас В Таллине пиво выпить А он говорит Вот пойдешь по улице Завернешь Налево Там тоже Такой подвальчик Мне правда Какие-то Трубочисты Тогда в 7 часов утра Похмелялись Повернули кран Куда надо Дали пиво Мне очень Таллинское пиво Понравилось Я когда-то Я жил в Таллине И туда ко мне в гости Приехал Мой Ленинградский Приятель Он приехал в Таллин Интеллигентный Тихий Таллин Вышел Значит Из поезда На Балтийском вокзале Зная Из моих писем Что это Замечательное Чудное Культурное Уютное Патриархальное место Он вышел Из поезда И в ту же секунду От толпы Отделься человек И не говоря ни слова Ударил его по лицу Принялся кого-то другого То есть после этого Как только заговаривали От Таллин Он говорит Да что вы Это страшное место Я не успел выйти на перрон Мне дали в горло Тут же Ой У меня камера трясется Да Вы не просто трясется Вы ритмично ударяете Камерой в стену Нет Я просто Я камера Она отражается На качестве изображения Нет Я фиксирую Качество изображения Касанием В стену Но Думаю что Пьянство тогда было Тем горючим На котором мы все Мы все двигались Мы Как-то Совместили Вся свободу духа С дешевыми Детаритарными ценами Было поразительно Сейчас не повторюсь Сейчас свобода есть А нету Нету Больше ничего А тогда была и свобода И что-то Вот такая материя Вот это Огромное количество То есть город был наш Везде нас любили Везде нас знали С виду веселая Бесшабашная Жизнь была полна Глубоких переживаний О любви Осипа Пронского К Марине Басмановой Сказано много Четверть века он писал Стихи к даме своего сердца Сама героиня об этом романе Никогда никому не рассказывала Анна Ахматова Сравнивала Марину с Джокундой Но были и другие мнения А вот тут стоит фотография Репродукция картины Это Лукас Кранах Мадонна с младенцем И у Иосифа есть стихи Которые называются Иллюстрация Венера С яблоками Кранах А на самом деле Это все не так Он взял три разных картины В одно стихотворение И только потому Что Венера У нас есть еще Венера с Амуром Полный рост Очень похоже на Марину Басманову Поэтому он туда часто ходил И вместе с нею ходил И вот это очень интересный ход Это настоящая обманка А на самом деле У него была только Черно-белая иллюстрация С этой картины В Норинской И сейчас это хранится В Ахматовском архиве Со следами сковородки Которую он поставил На эту черно-белую иллюстрацию Вот разгадать это все Довелось мне Я думаю, что ему это было бы Вообще ему нравилось Когда его загадку Да, разгадывали Это Анна Андреевна Ахматова Фотография, которую я сделал сам Это мой сын возраста 5 лет И его мать Это Анна Андреевна Ахматова Это фотография на пельбауме Если не ошибаюсь, 24-го года Сзади портрет Адресата многих моих стихотворений Невероятное страдание Связанное с Басманом Она была жестокая Женщина Очень ядовитая И его все-таки Он был искренним человеком И любил И он страдал невероятно Она издевалась Она пренебрегала Она спускала его с лестницы Она не пускала Посылала в молочную кухню Он приносил в дом Бенуа Бутылочки А она не допускала его до ребенка Она не показывала ему Андрюшу Нет, они выставляли Коляску с Андреем Да, или выставляли коляску Гуляй Он не вхож был в дом Они издевались всей семьей И девочки знакомые Вот Эра Коробова Вика Вика Они просто пытались Как-то его защитить Когда ему было очень плохо Вика взяла его к себе И утешала его А он говорил Ну что вы Вы обычная женщина Вы хорошие, вы умные Ну вы, говорит, простые А она пиявка То есть она доставляет ему Совершенно мучительные наслаждения Наслаждение муки любви Когда Иосиф Вначале у нас был в Эммерсте В середине 70-х Он иногда нас просил Мы ездили со студентами В январе В Советский Союз Он просил нас привезти Родителям И Марине Басмановой И сыну Андрею Подарки Но самое главное Он писал ей письма И мы привозили письма Ну я вроде бы до сих пор Помню ее лицо Когда она открыла И это было ей Видно, что это очень важно Я помню какие-то очень теплые Перчатки хорошие Которые она носила Она очень любила закрывать лицо В петербургском, ленинградском холоде Я помню одну ночь Замечательную ночь Такой яркий Холодный Январский вечер Петербургский Когда мы с Мариной Просто ходили Гуляли По улицам И переулкам Центра Ленинграда И она меня все-все-все Расспрашивала о том Как там живет Иосиф И чем он занимается Это было очень для меня Какой-то ароматический вечер Вистический даже Очень приятно Я как-то стирать На каждое рождество Написать по стихотворению Рождественская звезда В холодную пору В местности Привычной скорее к жаре Чем к хомбуду К плоской поверхности Более чем к горе Младенец родился в пещере Чтоб мир спасти Миро Как только в пустыне Может зимой мести Ему все казалось огромным Грудь матери Желтый пар Из воровьях Ноздрей Волхвы Балтазар Гаспар Мельхиох Их подарки Втащенные сюда Он был всего лишь точкой К нам его девочки Внучки появились Когда привез фотографии внучек Неужели это как мои внучки Я говорю Твои Твои Он говорит Почему они Ни на меня Ни на Андрея Не похожи Я говорю Посмотри Похожи чем-то И на тебя И на Андрея Он говорит Да Между прочим Вот я смотрю Это отчасти Иосифское лицо Отчасти Да На Иосифов Похожи Да Так они На друг друга Не похожи На друг друга Не похожи Да Ну Рассказывать Особенно нечего Мы учимся Я учусь На филологическом Депутате Слабаку Даша На Депутате История История Искусства В Академии В Академии В художестве У нас ведь Совершенно Обыденная Жизнь Я бы сказала И она Отнюдь Не связана С такой Представительской Частью Бродский Это отдельно Это Его Честь И слава А мы Как-то вот Около 27 лет Как я Связана С этим Семейством Это Полагаю Немалый срок И Для меня Пожалуй Самым И тяжелым И притягательным Является То Что Марина Изумительно Поляризована То есть Внутренняя Амплитуда У нее Очень Значительно Я единственная Кто знает Что Андрея Ахматова Назвала Марину Джокондой И для меня Джоконда Прежде всего Это Картина Духовного Порядка В которой Леонардо Смешал Демоническую Божественную Стихию В брюхе Дунгруса Ночью Скитался Меж туч И на звезды Глядел И в кармане Моем Забрудившийся Ключ Все Звенел Неудел И по сетке Скакал Надо мной Виноград Акробат От тоски Был далек От меня Мой родной Ленинград И все Ближе Пески Я бежал От судьбы Из-под низких Небес От распластанных Дней Из квартир Где умер И где воскрес Из чужих Простыней От сжимавших Рассудок Махровым Венцом Откровений От рук Преподал Я которым И выпал Лицом Из которых На юг Кто же может не быть Самоаварией Если приезжает В Нью-Йорк Рома Каплан Устроил нам Вечер В своем Самоаварию Он устроил Прекрасный Праздник Великолепный Созвал всех друзей Там был Сережа Довлатов Вика Беловлинская С Мишей Костя Кузьминский И был там Иосиф Брусский Первым уехал Костя Костя Кузьминский И сделал он Великое дело Для нашей культуры Он издал Многотомную Голубую лагуну Это Собрание материалов Практически всех Представителей Всех видов искусств Это была Абсолютно Подпольная Поэзия Подпольная Ритература То есть То что Не могло Появиться Потому что За это Наказывали За это Выгоняли С работы За это Сажали Я выпустил Полное собрание На 62-й год Иосифа Бродского Вопрос в том Что началось Это именно В 60-е годы Это Определять термином Сам издат Еще чего-то Просто искусство Существовало В совершенно Другой форме Пежущая машинка В конце концов Моя Ундервуд 904-го года Со смененным Шрептом Било 9 читабельных копий Тут в России Показывали кадры Французского телевидения Снимали, как я Гуляю с собачками По пляжу И прокомментировали На советском телевидении Безработный Кузьминский Зарабатывает на жизнь Прогуливанием Чужих собак Мы всех Провожали Навсегда Это было Огромное счастье Когда мы Стали встречаться Проводы эти Были Грустными Но полными Каких-то надежд Потому что Все-таки Ребята Вырывались Из тяжелой обстановки В которой Мы все находились Как будто бы Все мы жили Под колпаком Когда я начал Издавать Американские книжки Меня Довольно быстро Дали понять Что сборник рассказов В Америке Издать Автору Заявляющему О себе Невозможно Скажу Джон Абдайк Издает сборники Рассказов И Сок Дэлло Издает Но это их Пятые, шестые, седьмые Книги Народ хочет Читать долго Народ хочет Именно роман Или повесть Рассказы Непопулярные Америки Сейчас становятся Я отчитал Несколько статей А потом Сейчас возвращается Интерес к рассказу Довлатов Напечатался В Нью-Йорке И сразу Как приехал В Америку И это сильно Изменило Я думаю Его мироощущение И действительно Довлатов С места карьер Попал в лучший Журнал Америки Он печатался Там Можно сказать Регулярно Что редкость И у него появился Свой читатель У него было Куча рецензий В одной из рецензий Я помню Была такая фраза Довлатов ведет нас Тот же ад Который водил нас И Солженицын Но ад Довлатова Смешнее Довлатов Ценил Американский успех И очень Щепетильно Относился К своим Американским читателям Он очень тщательно Следил за переводами А надо сказать Это не так просто Мало что Довлатов Я помню С Бросским Однажды был Такой разговор Именно о том Каково писать По-русски Зная что Нигде Не печатают И не читают И Мы с Бросским Говорили Я вспомнил цитату Из Авидия Который был Примерно в том же Положении Находясь В изгнании Писать Мол на латыни Среди Варваров То же самое Что мимо Мерную пляску Плясать в темноте То же самое Что работать Над словом И буквой Языка Которого здесь Никто не знает Я пишу По-английски Главным образом Статьи Хотя действительно Я написал Некоторых количеств Стихотворений Но это просто так Когда Когда живешь В некой языковой Среде То Испытываешь Невольно-таки Соблазно И продемонстрирует Что ты можешь И в этой среде Функционировать Адекватно Как писатель Как литератор Как поэт В частности По отношению К искушению Всегда Есть два возможных Две формы Возможного Поведения Первое Не поддаваться ему К операции И так далее И так далее И масса голосов Включая внутренние Говорят Что Иосиф Не делай Этого Не переходи На английский Но с другой стороны Я знаю Что Все дела С искушениями Самого разного Порядка Если ты им Довольно долго Вы сопротивляешься То вполне Может кончиться Неврозом И поэтому Время от времени Может быть Разумным искушением Поддаться Эту психологию Я думаю Поймёт любой алкоголик И Время от времени Я поддаюсь этому Искушению Действительно Пишусь Такие по-английски И так далее Но это У меня никаких Амбиций Скажем Переводиться В англоязычного Поэта Не было Нет И как я полагаю Уже не будет А чем замечательным В общем может быть Существование Вот в этой Республике Да То есть В этой демократии В том что Действительно Ты понимаешь Как велик И разнообразен Контекст Да Просто орать И наставить на том Что значит Вот кто-то такой И так далее И так далее И всем доказывать И в общем Гордиться этим Чрезвычайно Оснований Особенно никаких Нет Ну что еще Можешь сказать Ну масса То есть характер Эта страна Не меняется Она не может Изменить Темперамента Не может Изменить Ваш характер Ну скажем Ну в неком роде Она может вас Действительно Успокоить Хотя я не знаю Является ли это В моем случае За собой бы Система И возраст Но я думаю Я мог бы стать Более истеричным Существом Нежели То, какого Меня теперь Я являюсь Живя Там, где я родился Фотография со спины Я всегда повторяю Это замечательная Замечательная история Что они делали ремонт У Бродского А тот Куда-то уезжал И сказал Ребята Вы когда закончите А они говорят Ну Закончим Нет, два, три И он говорит Ладно Я вам оставляю чек Вы сами его заполните И подписался Они совершенно Это их потрясло Потому что Ну Мало ли какую сумму Они там могут поставить И они все время Какой парень Какой парень Вот Мне кажется Об Ротском Говорит больше Чем Что бы то ни было Другое О характере Вы спросили Какой характер Вот такой Не мелкий Да Такой характер Обожал детей Иосиф Бродский Умер 28 января 1996 года В Нью-Йорке Он умер в январе В начале года Под фонарем Стоял мороз У входа Не успевала Показать Природа Ему Своих красот Кардебалет От снега Стекла Становились Уже Под фонарем Стоял Гулашатый Стужи На перекрестках Замерзали Лужи И дверь Он запер На цепочку Лет Наследство Дней Не упрекнет В банкротстве Семейство Мус При всем Своем Сиротстве Поэзия Основана На сходстве Без выгримас Без помышления Злого Из всех Щедрот Большого Каталога Смерть Выбирает Не красоты Слого А неизменно Самого Певца Иосиф Бродки Похоронен Венеции На кладбище Сан-Микеле На острове Мертвых Ни Иосиф Бродский Ни Сергей Даватов Так и не вернулись В родной город Шатаюсь по окраинам Я в поисках себя Я слушаю аквариум Киваю голубям Когда-нибудь я вырасту И сделаюсь мудрее, добрее Покуда за кавыреста Ругаю голубей Чья дочка Я узнал, мне было, по-моему, 23, что ли, года И мы с мамой сидели вечером на кухне Но как-то вот так Склыло, что А вот Вот, собственно, твой папа Не могу сказать, что меня это потрясло до глубины души Там, что у меня был какой-то шок Не, ну, какие-то, какие-то Неприятные Неприятные Ну, собственно, он уехал через два месяца после моего родина Поручил нас с мамой своему другу Гарику Воскову Слушай, ну, как бы я про Броскова всегда знала, что это вот они с мамой были большие друзья Вот Гарик, Восик, мама Я, как бы, стихи там на пленке слушаю Ну, для меня это было такое домашнее имя Мама была балерина Закончила Вагановское училище Она танцевала в Кировском театре Она очень дружила с Мишей Барышниковым Она была очень красивая, очень добрая И никого не боялась Здорово, Настя, на Иосифа похожа Просто потрясающе Я пришла с репетиции, у меня своя группа Мы сейчас, наконец, начали записывать первый официальный альбом Группа называется «Помело» Иосиф, вы не поете? Ну, во-первых, меня мама с детства вдолбила, что он терпеть не мог Терпеть не мог, да Песню душу я Субтитры создавал DimaTorzok По образованию я учитель русского языка и литература, как несложно догадаться По профессии переводчик Перевожу фантастику и фэнтези с английского языка на русский Эта работа, которую я себе придумала Когда мне было, наверное, лет 8 Язык я начала учиться с 5 лет, влюбилась в него сразу И мечтала либо иллюстрировать книжки, либо их переводить Можно сказать, что я до некоторой степени выросла на стихах Бродского Потому что у нас дома были записи Целая пленка Бобина, тогда кассетники еще были редкостью Писалось это, сидя на кухонном окне, подоконники широкие Мама мне рассказывала, как это было Иосиф сидел и наговаривал на пленку А я потом сиживала на том же самом окне И слушала этот завораживающий голос Когда-нибудь, когда не станет нас Точнее после нас, на нашем месте Возникнет тоже что-нибудь такое Чему любой, кто знал нас, ужаснется И если довелось мне говорить всерьез об эстафете поколений То верю только в эту эстафету Он все время зубами вырывал фильтр и уплевывал его Ну сигареты-то слабые по сравнению с Беломором Он вообще очень много курил И все много пили, много курили Ну поколение было такое Очень важно, что мы вот в таких красивых декорациях произошли Другой бы город этого не родил никогда Как-то появились все сразу И все друг друга любили, все друг друга знали Было где встретиться Вот это вот феномен, который, я думаю, не повторится больше никогда И не будет уже больше такой компании и такой литературы В общем, ладно, что-то я замерз Пойдем Пойдем Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...